Всем привет, друзья! Сегодня у нас посылка из Китая и здесь у нас Bluetooth-клавиатура алюминиевая с подсветкой для iPad Air. Ну, ссылочки все, как всегда, в описании. Цены, характеристики, всё там найдёте. Ну, а мы открываем посылочку и будем всё проверять. Заявлено, что эта у нас клавиатура работает 90 часов без подзарядки и заряжается где-то 2 часа. Подходит для планшетов 9,7 дюйма, ну, в крайности iPad Air. Но я думаю, что она подойдёт и для любых других планшетов. По крайней мере, я заказал планшет на 9,7 дюйма, так как и оригинальный iPad Air, и всё мы сверим. Но это будет отдельный обзор. Сегодня у нас распаковка клавиатуры. Так что можете сразу писать комментарий к видео, задавать вопросы, что вас интересует по данной клавиатуре. Я уже в обзоре вместе с планшетом буду вам отвечать. Так что пишите комментарии к этому видео. Так, смотрите, коробочка, ну, сразу впечатляет, картон такой. И выглядит наша клавиатура таким вот образом. Здесь у нас идёт наш планшет, а здесь клавиатура. И можем сразу закрывать, использовать как нетбук, да, с подсветкой. Модель вот здесь указана. Здесь что-то сразу зарисовано фломастером, не знаю почему. Ну, и с обратной стороны, ну, вот, можете посмотреть картинки. Как-то так. Здесь у нас все штрих-коды, названия, бренд, всё на месте. Ну, и давайте открываем, смотрим. Открываем. Так, внутри у нас, внутри у нас самая первая инструкция к нашей клавиатуре. Что да и как, куда подключить, как включить. Всё на английском языке. Ну, потом почитаем. И здесь такой шнурок. Потянули. Вытаскиваем саму клавиатуру. И здесь ещё я вижу, есть такая вот коробочка. Здесь, скорее всего, подключение кабелей у нас. Да. Здесь у нас кабель для подключения, microUSB. USB обычный, для подзарядки нашей клавы. Всё, в комплекте больше ничего. Это можем в сторону. Ну, коробка серьёзная. Так. И смотрим саму клавиатуру. Значит, я смотрел в интернет-магазинах цены. Те магазины, что торгуют Apple техникой. Сколько стоит такая вот клавиатура для iPad. Но, короче, я был в шоке. Где-то в 2 или даже в 3 раза дороже. Можете посмотреть, сравнить. Итак. Здесь у нас пластик. С этой стороны алюминий. Ну, да. Это алюминий. Реально тяжёлая клавиатура. Ну, кнопки. Ход приятный, чёткий. Кстати, нет русского языка, но наклеечки можем наклеить, и ей будет вуаля, готовая клавиатура. Или кто умеет набирать без русских букв, тому будет это без проблем. Итак, итак. Как её включить? Как подсветку сделать? Значит, по разъёмам, по подключениям. С этой стороны у нас ничего нету. Здесь также ничего. Здесь у нас разъём microUSB. Ну, и здесь ничего. А сюда мы вставляем... Вот так мы открываем. Вставляем наш планшет. Кстати, подсветка сразу. Вот, потух. Потух. Как её выключить теперь? А, вот подсветочка, смотрите. Значит, синяя подсветка. А, это поярче. Думаю, вам видно, да? Да? Выключил. Это максимальная подсветка. Так, а поменять? RGB, наверное. Да, зелёная подсветка. Красная. Фиолетовая, жёлтая, белая. Ну, короче, понятно. Я думаю, вам видно. И сразу... Сразу есть подсветка буквы. Но, я думаю, вам не видно. Но она здесь есть. Буквы также с подсветкой. Ну, вот такая, друзья, клава для iPad Air. Возможно, она подойдёт и для других планшетов. Всё мы это проверим, протестируем. Так что, задавайте вопросы. Ставим, конечно же, лайки. Подписываемся на канал. И ждём следующие посылки. Всем спасибо. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok